Ты смотришь Универньюз. Всем привет! В студии Анны Глазунова о главных событиях Казанского Федерального Университета и не только прямо сейчас. Итак, сегодня в выпуске. Визит в Казанский Федеральный Университет делегации института из Узбекистана. Институт физики встретил будущих студентов. Переговоры президентов США и России. В Казанский Федеральный Университет со знакомительным визитом прибыл генеральный консул Турции в Казани Ахмед Садыгдаган. Подробнее о визите мы расскажем в следующем выпуске. В Казанском Федеральном Университете состоялся визит Самаркандского института экономики и сервиса из Республики Узбекистан. Что обсуждали во время встречи, смотри далее. Казанский Федеральный Университет состоялся визит Самаркандского института экономики и сервиса Республики Узбекистан во главе с ректором Мухиддином Пулатовым. В ходе встречи обсуждались уровни образования, представленные в Казанском Университете. Бакалавриат, магистратура, аспирантура и новая образовательная компания Аудит. Также обменялись внутренними структурами обоих вузов на образовательном уровне, расставили точки соприкосновения Узбекистана и Татарстана, разобрали наиболее острые вопросы учебных программ и, конечно же, отметили дружбу узбекистанских вузов с российскими вузами. Этот наш визит, дружеский визит, ответный визит после визита на Илье Гумировне в Самарканд, в Узбекистан. Мы хотим создать совместные программы подготовки бакалавров и магистров в сфере экономики, в сфере финансов, в сфере бухгалтерского учета, в сфере сервиса и так далее. Все направления, где наши университеты пересекаются. Встреча завершилась душевной церемонией награждений с национальными подарками и сувенирами обеих сторон. Дмитрий Леонтьев, Владимир Нелюбин, Универньюз. День открытых дверей прошел в Институте физики Казанского федерального университета. Задать свой вопрос и посетить лабораторию института приехали абитуриенты из разных городов. Среди них и те, кто совсем недавно окончили 10 класс, но уже сейчас задумываются о выборе университета. Погрузиться в атмосферу студенчества сегодня смогли выпускники различных школ Татарстана. Свои двери для всех абитуриентов открыл Институт физики Казанского федерального университета. У выпускников школы и их родителей была возможность задать все интересующие вопросы о поступлении. Присутствующие интересовались выбором направлений, а также какими предположительно будут проходные баллы на разные специальности. С особым интересом спрашивали о дальнейшем трудоустройстве после окончания института. Многие абитуриенты на день открытых дверей приехали из других городов. Выбор на Казанский федеральный университет вполне случайно делится в обыскники и школьники. Решила я поступать сюда, потому что несколько раз приезжала на Олимпиаду, во-первых, потом на день открытых дверей. И вот когда сидела в аудиторию, просто прочувствовала все это и прям захотела, что вот именно мое это и хочу сюда поступать. КФО – это один из самых передовых университетов вообще мира. Он состоит в 351-й вроде университет по рейтингу по всему миру, и поэтому я решил именно поступать сюда. О своем будущем факультете тоже узнал и о самом университете, и поэтому даже мнение намного сильно улучшилось по счету этого университета. У всех желающих была возможность посетить экскурсию по лабораториям института физики. Мы поинтересовались у ребят, чем их привлекает физика и почему они выбрали именно такое направление. Физика мне легко дается, как-то физика, вся жизнь почти связана с физикой, но она везде практически, и поэтому мне очень сильно захотелось идти на физику. В школе с 7 класса началась физика, и все, я поняла, что это мой предмет, я очень хочу изучать это. Я хочу именно вот учиться пока, закончить бакалавриат, пойти на магистратуру, может быть даже получиться на эспирантуру, то есть я хочу пока учиться именно вот. Институт физики Казанского университета является очень востребованным. На сегодняшний день сюда подали свои документы уже 25 стубальников. Анна Глазунова, Леонардо Влесиаров, Универньюз. Делегация Татарстана посетила Швейцарию для ознакомления с новейшими технологиями на мусорожигательном заводе. Эти технологии планируется применить в строительстве завода в Татарстане. Подробнее в следующем сюжете. Делегация Республики Татарстан посетила Швейцарию для ознакомления с одним из мусорожигательных заводов страны. Делегация Республики Татарстан побывала на мусорожигательном заводе, расположенном неподалеку от швейцарского города Люцерн. Завод отличается очень высокой степенью надежности эксплуатации и практически полным отсутствием каких-либо вредных выбросов выше предельно допустимых норм. Технологии швейцарского завода схожи с теми, что будут заложены в татарстанском предприятии, который будет строиться в Осиново. В Татарстане это все реально, это все идет вместе с раздельным сбором отходов, это все идет с построением мусороперерабатывающей, мусоросортировочной промышленности на должном уровне. Однако жители Осиного недовольны появлением нового завода – населенный пункт, окруженный другими предприятиями. Активисты считают, что это приведет к серьезному загрязнению окружающей среды. Напомним, что данная тема обсуждалась с экспертами в публичных дебатах в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. Телеканал «Универ ТВ» вел прямую трансляцию с мероприятия. Одним из аргументов, недовольных новым заводом, является то, что на нем будут использоваться устаревшие технологии, что снизит качество работы и экологической обработки, и создает рест производственной аварии. Все споры, связанные с заводом, это боязнь людей. Главное здесь все-таки терпеливо убеждать, показывать на цифрах, на фактах, что завод безопасен, как это, как безопасен подобные заводы, которые, общее количество которых уже превысило 2400 и построенные по всему миру. Очевидно, что спор экспертов продолжится, однако мусоросжигательный завод нужен. Возможно обсуждение его местоположения и выборы используемых технологий, но его появление необходимо. Артем Тупичкин, Диана Шилова, Ленар Довлетяров, Универ Ньюс. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Хельсинге, которые длились более двух часов. Как отметил президент США, диалог с Россией ведет к миру и стабильности. В любом случае, оба лидера признают за 3 часа 50 минут удалось обсудить самые главные проблемы, а диалог был открытым и даже откровенным. Первая двусторонняя встреча президентов России и США произвела шокирующее впечатление на американское и европейское общественное мнение. Большинство журналистов и политиков уверены, что Владимир Путин полностью доминировал над Дональдом Трампом, а тот не показал себя защитником интересов США и Запада. Позиция Трампа очень слабая сейчас в американском истеблишменте. Его критикуют и не только республиканская оппозиция в Конгрессе, в Сенате, но его критикуют и представители собственной партии. Сегодня республиканская партия США, она в основном консервативная. Она не хочет идти на переговоры с Россией. А Трамп представляет более левое, либеральное крыло демократической партии. Его попытка договориться, она в принципе консервативных республиканцев очень раздражает. В ходе саммита обсуждались ряд мировых проблем. При этом особое внимание было уделено отношениям России и США, которые по оценкам российской стороны находятся на беспрецедентно низком уровне. Встреча, она вся эта знаковая, переломная. И вот что такая встреча состоялась, за ней должны последовать еще большие широкие переговорные процессы, чтобы целый ряд проблем урегулировать. Стоит отметить, что в ходе встречи обсуждались отношения с Китаем. На данный момент США и Китайская народная республика находятся на грани торговой войны. Торговые и экономические отношения Китая и США носят взаимовыгодный характер. А за 40 лет после установления дипотношений объем торговли между странами вырос в 231 раз. С приходом Трампа между странами начались накаляться отношения. Сейчас происходит экономическое давление от США. На данный момент Китай надеется, что Россия и США после саммита в Хельсинках улыбляют диалог и сотрудничество, что будет благоприятно для глобального мира и развития, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД Китайской народной республики Хуачуин. Китай приветствует улучшение отношений России и США и надеется, что стороны углубят диалог и расширят сотрудничество, что будет благоприятно для глобального мира и развития. Президент Трамп проводит политику ярко выраженного американского протекционизма. То есть он заявил о том, что американские товары должны быть предельно свободны от налогообложения, в то время как все импортные товары должны быть напротив обложены дополнительными налогами. И в итоге мы сегодня присутствуем в ситуации так называемого подхода к торговой войне, которая сложилась не только в отношениях США и Китая, в торгово-конкурентных отношениях, но и даже между США и Европейским Союзом. Это первая полномасштабная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее президенты встречались дважды на полях международных мероприятий. В июле 2017 года на саммите G20 в немецком Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТС по Вейтамскому Донанге. Диана Шиловоль, Нордовлетиаров, Универньюз. Выпуск подошел к концу. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok